да действительно есть такой частый вопрос то есть вот у меня есть эксперт друг я могу его запродюсировать или вот мне может быть проанализировать ключевые слова в яндексе там на плясать от этого или вообще там посмотреть какие самые там распространенные ниши есть уже там плясать от этого то есть как правильно выбирать мое мнение следующее я считаю что ну надо естественно знать все очень важно знать что в индустрии уже работает то есть очень важно понимать что есть например ниши здоровья и там очень много разнообразных кейсов и у меня есть отдельное видео где я рассказываю про цифры разных ниш то есть вот ниши здоровья ребята делают там и 5 и 10 миллионов рублей в месяц причем но абсолютно такие не подкованные люди но они эксперты своем продукте но они не какие-то там особо крутые бизнесмены то есть это но в том плане что это возможно сделал даже неподготовленному человеку есть ниши отношений есть ниши там бизнес разнообразных тематик есть ниши заработка есть там огромное количество других разных ниш и первое что мне хочется понять это то что акселератор и вообще онлайн образование для меня с протяжением времени я им занимаюсь там уже более 12 лет он она раскрывается ну как такая очень таинственная загадочная женщина то есть я на нее смотрю и я вот когда только начинал я думал что работает только бизнес тематика работают курс там по маркетингу по работе там с клиентской базы по отделу продаж там по трафику и тогда бизнесовые курсы которые дают конкретные твердый результат в бизнесе вот но они хорошо продаются они работают там их можно продать за дорого и так далее потом моя реальность потихонечку стала взрываться то есть я стал видеть такие курсы как там онлайн школа кондитера до которая делает 10 миллионов в месяц потом я так в какой-то момент но общаюсь с моим куратором горит сережа ты видел последний наш кейс сегодня что там горит а ты видела школу наблюдателей за птиц за птицами я такой типа что то есть там как такая ниша может работать и и потом начали появляться очень странные ниши такие как например там как выращивать картошку там понятно там всякое какое-то сексуальное мастерство потом как изучить грузинский язык там за несколько месяцев и в какой-то момент у меня пришло понимание что ну вот у меня есть понимание как вот правильно однишь выбирать на рынок он настолько многогранный и такое просто вообще бесконечный и настолько разнообразные что я понял что вот есть огромное количество разных людей у них есть очень разные интересы и они могут обучаться даже вещам которые ну ты можешь даже представить себе не мог но я вот думал кто войдет платить куза курсы по тому как научиться вот наблюдать за птицами то есть ну кому это интересно зачем это вообще нужно вот у нас было паренек резидента он обучает родителей выпрямлять ножки у своих детей там делает два с половиной миллиона оборота 2 миллиона чистыми через инстаграм потом я увидел курсы по исполнению желаний которые делают там около миллиона долларов в месяц я увидел там курсы по фитнесу который там пол миллиона долларов вместе я понял что ну как бы не надо себя ограничивать то есть вот в принципе люди могут искать любую тему вообще абсолютно любую то есть они могут ей обучаться и когда я стал анализировать но мировой рынок я вижу вот но рынок штатов которые развиваются тоже супер самобытно и они вообще безбашенные то есть последний курс который я увидел это они обучают там как выращивать коноплю у себя там в саду и ну это понятно у них там легализован нас не легализована но я просто к тому что полет фантазии здесь бесконечный и моя наверно такая рекомендация от чего идти надо идти от собственной мотивации то есть разный уровень мотивации у каждого человека у каждого предпринимателя первый уровень мотивации это выживание потом ну то есть для чего ты деньги зарабатываешь для того чтобы там есть там кровь над головой крыша над головой дальше ты хочешь какой-то статус там машину квартиру потом дальше у тебя мотивация свобода то есть тебе хочется уже зарабатывать деньги но быть свободным что времени было много свободного а потом дальше у тебя четвертый уровень мотивации. Этот четвертый уровень называется миссия. И все мы и все вы находитесь на абсолютно разных уровнях мотивации, зачем вам зарабатывать деньги. И если вы находитесь на каком-то базовом уровне, вам может быть без разницы сейчас, вы будете продюсировать там кондитера или вы будете продюсировать онлайн-школу пения или там еще чего-то. То есть у вас может быть есть какие-то честолюбивые принципы, что вы хотите, чтобы был твердый результат и может быть этого достаточно. Для меня, к примеру, этого недостаточно. То есть я когда выбираю онлайн-школу, которую я хочу продюсировать, я смотрю, чтобы было все одновременно. Я смотрю, чтобы у людей были результаты, чтобы у меня была некая честность с самим собой, что я продаю хороший качественный продукт. Иначе его очень сложно масштабировать в продаже. Дальше я смотрю на то, чтобы потенциально рынок был большой, то есть так как я знаю других игроков в индустрии, ну и вы тоже можете узнать, если посмотрите мое видео, где я про это рассказываю. То есть я понимаю, окей, ладно, эта тема может стрельнуть. Желательно еще, чтобы были какие-то конкуренты хотя бы похожие. Я смотрю, окей, здесь тоже есть как бы какие-то похожие цифры они делают. Дальше я смотрю, чтобы ниша была очень широкая, очень масштабная, чтобы можно было ставить высокие чеки, чтобы обучение было достаточно сложным и чтобы нельзя было просто там уроки выложил на ютубе и люди уже не хотят этого покупать. Ну чтобы вот такого не было. И я смотрю, цепляет ли меня. То есть для предпринимателя это очень важно, потому что когда ты занимаешься какой-то нишей, ну то есть вот есть какой-то базовый уровень энергии, который у тебя идет от спорта, от общения с родственниками, от жизни, от еды, от солнца, от воздуха и так далее. А есть какой-то уровень энергии, массив такой энергии, который ты получаешь от темы, которой ты занимаешься. И если ты вдохновлен, если ты в энтузиазме, если тебе интересно, если ты хочешь вот так вот распылить вот это знание, даже если это знание не твое, а ты продюсируешь эксперта, то все равно очень правильно иметь внутреннее состояние того, что ну как будто бы это твоя миссия. Ну вот даже если, например, это может быть не так, то ну имеет смысл вот нащупать внутри себя что-то, чтобы это было так. В общем это просто очень большой объем энергии и тогда как бы твоя работа и твой бизнес, он перестает быть бизнесом. Поэтому, конечно, лучше выбирать то, где вы сами хорошо звучите. И нужно смотреть, где эксперт хорошо звучит. Вот когда эксперт качественный, когда эксперт крутой, у него какой-то такой большой проблемы о том, чтобы там ну на самом деле рассказать о своем продукте у него нету. И есть такая вещь называется благочестие. То есть когда человек настоящий, он может быть энергичный, он может быть не энергичный, он может рассказывать там харизматичное о своем продукте, может быть не харизматичным. И здесь нету вот взаимосвязи с результатом. То есть он может быть очень харизматичный и не иметь продаж, он может быть не харизматичный и иметь наоборот много продаж. Но люди чувствуют, как звучит человек, то есть есть ли за ним правда. То есть это вот ну такое некое накопленное благочестие. Бывают люди там как некие такие российские пропагандисты, которые очень хорошо звучат, им веришь там все такое и они как бы ну какую-то неправду тебе говорят. Такие люди тоже бывают, которые могут чем угодно убедить. Но глобально про всех людей, обычных людей, у них если они занимаются своей темой, они звучат так, что им веришь. И если у них за спиной есть результаты и они трушные, то есть они проживают то, о чем они говорят, их слушаешь и им веришь. И это ну и это очень круто в эксперте, когда это есть. Поэтому вы никогда не знаете, что интересно аудитории, но конечно правильно выбирать, чтобы эксперт звучал, правильно выбирать, анализировать ниши, где уже люди зарабатывают, чтобы ну точно в вашей индустрии были какие-то игроки, которые делают большие деньги, ну чтобы как такой маячок, ну вот для меня это важно, чтобы был и эксперт крутой, и спрос крутой, ну и вас тоже это качало, желательно на уровне миссии, чтобы прямо очень хотелось донести это знание. И тогда вероятность успеха будет выше, потому что и у вас есть энергия, у эксперт есть энергия, и поток есть, и вообще ну классно, кайфово. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и приходите на наш бесплатный онлайн мастер-класс, как стать своей онлайн-школой, продюсировать себя или своего эксперта. Переходите по ссылке в описании и увидимся там.